Федеральная трасса станет ближе в селе Солоновка Новичехинского района. Ремонтируют дорогу. Последний раз это делали 30 лет назад. Почти 200 лет назад на Алтае появилось небольшое село Солоновка. Основал его атаман Пигачев, который держал в этих местах табуны лошадей. Сегодня Солоновка хорошо известна в крае. Ежегодно входит в тройку краевых лидеров по надою молока. Однако есть в селе и давняя проблема. Эту дорогу, которая соединяет село с федеральной трассой, не ремонтировали с 80-х. В этом году по распоряжению губернатора Александра Карлина покрытие начали восстанавливать. Чем хороша эта дорога? Во-первых, мы выходим на федеральную, в сторону Рубцовки. Мы можем, люди могут в любое время выехать и в Рубцовск, и в Поспелеху. На федералку вышли, там асфальт. А вот в ту сторону, вот эта дорога, она соединяет у нас 4 села и связь с районом. И мы, получается, закольцованы. Прямо дорога, она двойного значения. К работам строители приступили в начале лета. В планах отремонтировать около 9 километров пути. Полтора из них уже готовы. Они проходят по территории самого села. Теперь этот участок заасфальтирован. Остальная дорога на подъезде и выезде с Солоновки будет из щебёночной смеси мелких фракций. Дорожники спрессовывают покрытие так, что ни дождь, ни поводок ему не страшны. Это оптимально подобранная смесь. Там нет упор. И вот за счёт этого своей оптимальности оно является долговечным и прочим. Гарантия подрядчика на полотно 10 лет. Ежедневно на объекте трудится 15 человек и 10 единиц техники. На сегодня работы завершены почти наполовину. Их общая стоимость около 50 миллионов рублей. Это средства краевого бюджета. Сдадут объект летом следующего года. Александр Молчанов, Вадим Быстревский. Новости. Новости.